Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Огромное вам спасибо за ваши отзывы, комментарии, ваши истории и добрые слова. Мне написала одна девушка, что мой канал смотрит только из-за анекдотов. Она живет в Швеции, изучает русский язык. И я представила себе, как она там в Швеции с уральским говором скажет «Ну чего в натуре, пацаны? Погнали в магаз, ёпта!», что в переводе означает «Дорогие друзья, нам жизненно необходимо сходить в магазин». Но долго примерялась, с чего начать. Решила сначала сделать внутреннюю часть. Два куска ткани, я простегала с кусками хлопкового ватина. Он продается в магазинах тканей под разными названиями. Техническая ткань, хлопко-прошивное полотно или тряпка для пола. Это в хозяйственных магазинах. Перед использованием я замочила его в горячей воде с моющим средством, отжала без выкручивания и хорошо прополоскала. А потом высушила в расправленном виде. Для начала мы уточняем выкройку. Чайники бывают разного размера и лучше шить посвободнее. Наша выкройка вписывается в квадрат 30 на 30 сантиметров. Вот такую красотку я хочу сделать. Проверяем симметрию и вырезаем деталь из бумаги. Теперь по этой выкройке мы будем вырезать детали из ткани. Для начала готовим внутреннюю часть. С нижнего края мы режем ровно по выкройке, а с верхнего края оставляем 1 сантиметр припуска на шов. Складываем внутреннюю часть лицо к лицу, скалываем булавочками и прокладываем строчку. После этого швы немного подрезаем. Внутренняя часть готова. Определяемся с наружной. У меня было совсем немного того самого веселенького ситца. Кусок темной ткани я разрезала. Это будет нижняя часть. А верхняя часть будет из светлой ткани. Соединяем обе ткани прямой строчкой. Выкраиваем верхнюю часть. Она должна быть немного больше внутренней. Поэтому внутреннюю часть мы обводим и сверху из боков оставляем припуск. А низ выкраиваем ровно без припусков. Ну что, красавицы, отшиваю я эту матрешку. Вспоминаю анекдоты, когда дочка спрашивает маму, а я у тебя в животике была? Она говорит, да. А ты у бабушки была в животике? Да. А бабушка была в животике у прабабушки? Да. Так мы что, реально как матрешки? Одну сторону я украсила декоративной тесьмой. Просто пришила на машинке и, видите, сразу же вверху сделала петельку. Нашла в закромах родины красивый декоративный элемент. Это была часть шторки. Чтобы он хорошо смотрелся, делаем следующее. Из золотонной ткани вырезала кусочек и подложила его под наш декоративный элемент. Ткань эта не осыпается и я его сразу же могу подшить к лицевой части. А для того, чтобы было интересно, обошьем вокруг тесьмой. И еще небольшой совет. Для того, чтобы эти декоративные элементы у нас лучше держались, то можно их проклеить еще и с клеевой паутинкой. Продолжаем работу. Личико для этой матрешки я делаю из плотной ткани. Я нашла кусок белой джинсовой ткани. Она не сыплется. Вырезала кружок. Это личико. Как нарисовать личико? Я не художник. Но как рисовать? Делим наш кружок на четыре части и в двух нижних частях начинаем рисовать глазки. Ну уж, как получится, так и получится. Рисую я обычным маркером с тонким стержнем. Купила его в простом канцелярском магазине. Им можно рисовать по пластику. Я этот маркер проверила. Линию смачивала водой. Ничего не растекается. Вспомнила случай из своей жизни. Я еще только-только родила. И у меня было мало молока. И надо было ее чем-то как-то, в общем, докармливать. Но я помнила, что в аптеках продавался сбор травяной для улучшения лактации. Я своего мужа прошу, сходи, пожалуйста, в аптеку. Купи мне средства для улучшения лактации. Ладно, он возвращается, говорит, нету у них. Я говорю, а как ты спросил? Он говорит, ну как, как? Обычно подошел к фармацевту и спрашиваю, скажите, у вас есть лактация? Я говорю, и как? Он говорит, но она покраснела, сказала, нету. Я говорю, ну слава богу, что хоть так могла по морде набить. Но потом уже розовым фломастером рисуем губы. Можно попробовать еще глазки синеньким закрасить, нарисовать румянец. Но дело в том, что у меня почему-то больше никаких фломастеров не нашлось. Будем пришивать лицо. Для того, чтобы эти элементы хорошо держались, их тоже можно подклеить с помощью клеевой паутинки и горячего утюга. Личико пришили, украсили его тесьмой. Потом складываем вместе верхней части, лицом к лицу, закалываем и прокладываем строчку. Делаем надсечки, чтобы легче было вывернуть. Потом вставляем внутреннюю часть. Все хорошо подтягиваем и разглаживаем. Теперь остается только обработать нижний край. Девочки, недавно в одной рукодельной группе на мое видео накинулись просто какие-то озлобленные тетки. Думаю, с чего бы это. А оказалось, они продают обучающие курсы. А я бесплатно всем рассказываю. Вот такие матрешки. Обратите внимание, когда обрабатываем бейкой, начало бейки подворачиваем, потом загибаем на изнаночную сторону и подшиваем с другой стороны. Вот такой русский колорит. Под развесистой клюквой сидит за столом мужик в ушанке, в валенках, с гармошкой, в обнимку с медведем и пьет самогонку и самоваром. Так что привет всем зарубежным зрителям. Я очень рада, что меня смотрят во многих странах мира. Вот. Девочки, теперь мои видео можно посмотреть и на платформе Яндекс.Дзен. Заходите, подписывайтесь, поддержите меня тоже там своими комментариями. Так, ну, кто еще не подписался? Подписывайтесь на канал, пишите письма, переводы шлите. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok